Доброго времени суток, дорогие друзья! Я тут, знаете что, я тут решил, что почему бы, почему бы не проверить канадское правительство, какое оно, оно коррумпированное, может быть оно взятки берет, может быть они зарабатывают миллионы долларов, да, просто так сидя на жопе, а наше, наше хорошее правительство получает просто копейки по сравнению с ними, и я не понимаю, почему его все хаят. Почему я пришел к такой мысли? Я тут, значит, наткнулся на историю о том, что у арестованного полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей. 12 миллиардов рублей это 248 миллионов канадских долларов. Я вот подумал, нормальный чиновник Канады может, в принципе, заработать за всю жизнь такие деньги или нет? И поэтому я вам сегодня расскажу, сколько зарабатывает стандартный чиновник Канады. Поехали! Ребятки, в первую очередь давайте мы поговорим про, ну, таких самых стандартных, стандартных чиновников Канады. Это, значит, члены Палаты общин. Палаты общин это, как Государственная Дума у нас в Российской Федерации, только в Канаде. Что тут говорят про Палаты общин? Это демократическая избираемая палата, состоящая из 338 депутатов. Депутаты избираются на ограниченный срок, сохраняя свое место до распуска. Не более пяти лет. Каждый депутат представляет один из избирательных органов округов страны. Так вот, член Палаты общин, то есть, по-нашему депутат, в Канаде получает 172 тысячи канадских долларов в год. А это 8 миллионов 330 тысяч рублей в год или 700 тысяч рублей в месяц. Ну что, ребят, как бы, чё, вот наш депутат российский, да, например, среднюю ставку у него в месяц 40-400 тысяч рублей, а доход обычного муниципального служащего всего 60 тысяч рублей. Так что, кто мне будет говорить, что наши чиновники дохера получают, идите в жопу. Вот в Канаде чиновники получают дохера, а наши чиновники, они такие, знаете, они бедненькие, жалко мне их просто, они там, бедные, на своих мерседесах катаются. Не знаю, вот зарплата эта, вот я просто не знаю, вот чисто, вот в Москве, посудите, 400 тысяч рублей в Москве, что это за деньги? Да никакие вообще. Минимум надо вот полляма получать, чтобы, ну, как-то ещё более-менее себя чувствовать в Москве. А вот чиновники Канады, смотрите, жируют вообще вот эти вот члены Палаты общин, вообще херели просто. Ладно, давайте сейчас поговорим уже о более крутом человеке, о премьер-министре Канады. На сегодняшний день все знают, что премьер-министр Канады это Трюдо. Трюдо зарабатывает 345 тысяч канадских долларов в год. На рубли, если переводить, то это 16 миллионов 663 тысячи рублей в год или 1 миллион 385 тысяч рублей в месяц. Ребят, охереть, да он охерел просто такие бабки зарабатывать. Не то, что наш Владимир Владимирович, который за 2017 год получил 18 миллионов 730 тысяч рублей. В принципе, они с Трюдо на одном уровне, но Трюдо это какой-то сраный премьер-министр, а вот Владимир Владимирович это президент Российской Федерации, президент самой огромной страны в мире. Короче, ребят, я вообще не понимаю, что все говорят, что наши много зарабатывают. Кстати, кто еще не знал, смотрите, вот это вот, вот здесь вот где-нибудь будет, да, наверное, это дом, в котором живет Трюдо. Вот этот вот, вот здесь вот сейчас где-нибудь будет вход в его, ну, в его дом, то есть вот эти вот, посмотрите на эти решетки крутые там с канадской символикой. И вот это вот сейчас где-нибудь здесь тоже будет, это будет его Мерседес. Понимаете, у него Мерседес-кабриолет, совсем охерел, чинуши, нет, чтобы на метро ездить. Ужас просто, просто ужас. Ну ладно, пойдем дальше. Спикер Палаты общин. В данный момент спикером Палаты общин является Джефф Реган. Вот его дом, Вот его раскладная кровать. Тачки у него нет. Получает он 255 тысяч канадских долларов в год, что сейчас, если переводить на рубли на сегодняшний день, составляет 12 миллионов 316 тысяч рублей. А это миллион рублей 260 тысяч в месяц. Это просто пипец. Я не знаю, как жируют просто эти канадские чинуши, я просто в шоке. Значит, вы поняли, да, чувак, у него собственная раскладная кровать в его апартаментах. Вот зажрался тварюга. Еще раз, обратите внимание, раскладная кровать. Дальше. Лидер официальной позиции. Что такое лидер официальной позиции? Значит, это обычный депутат в Палате общин Канады, управляющий лояльной оппозицией ее величеству, то бишь всем известной королевой Великобритании. Этот чувак, Эндрю Джеймс Шир, сейчас, на сегодняшний день, и вот его дом, где-нибудь здесь. Вот его апартаменты, как внутри выглядят. И этот товарищ получает 255 тысяч канадских долларов в год, что составляет 12 миллионов 316 тысяч рублей в год, или 1 миллион 26 тысяч рублей в месяц. Сколько получает член кабинета министров? Значит, кабинет министров представляет собой совет министров под присоединением премьер-министра, представляющего собой высшую ступень управления. Это аналог администрации президента. Член совета министров, а кабинет министров, получает 255 тысяч канадских долларов в год, что в рублях 12 миллионов 316 тысяч рублей, или 1 миллион 26 тысяч в месяц. Лидеры других партий, ну, это, понятно, это партии, которые не оппозиционные, не главная оппозиционная партия, не партия власти, это просто вот лидеры партий, которые вот тоже находятся в Палате общин, получают 255 тысяч канадских долларов. Опять же, это 12 миллионов 316 тысяч рублей, или 1 миллион 26 тысяч рублей в месяц. Сейчас член, лидером правительства в Палате общин, а, это я уже говорил, вот, про лидеров я уже тоже сказал, значит, лидеры других партий в Палате общин, а, лидеры оппозиции в Палате общин получают 215 тысяч канадских долларов, это 10 миллионов 391 тысяч рублей в год, или 1 миллион примерно в месяц. Лидеры других партий в Палате общин, это которые, типа я, как уже сказал ранее, которые не ведущие партии, которые, так как-то каким-то образом взлетесались, типа партии зеленых и тому подобное, лидеры их партий получают 189 тысяч 700 долларов канадских в год. Либо, если переводить на рубли, это 9 миллионов 151 рубль, 9 миллионов 151 тысяча 853 рубля в год. Лидеры фракции большинства получают 203 тысячи канадских долларов в год, что примерно 10 миллионов рублей в год. Ну, поделите на 12, поймете, сколько он получает. Я говорю, они все жрут, вообще просто в шоке от этого всего. Парламентский организатор оппозиции, представьте, у них даже такое есть, это, наверное, как по-нашему Алешка Навальный, получает 203 тысячи канадских долларов в год, что равно 9 миллионам 822 тысячам рублей в год. Парламентский организатор оппозиции, я уже сказал, получает примерно 10 миллионов канадских в год. Парламентский секретарь получает 189 тысяч 700 канадских долларов в год, что равно 9 миллионов 151 тысяча 853 рубля в год. Сенатор. Кто знает, кто такие сенаторы? Сенаторы – это люди, которые работают в Сенате. Сенат состоит из 105 членов, назначаемых генерал-губернатором по рекомендации премьер-министра. Ну, видимо, это какие-то, знаете, Трюдо своих пацанов там понапихал везде, типа, говорит, слышь, ты этого тут, генерал-губернатор говорит, ты этого тут, короче, назначь, ты этого тут, назначь и того подобное. Так вот, его решалы Трюдо получают примерно 147 тысяч канадских долларов в год, что равно 7 миллионов 125 тысяч канадских, господи, канадско-российских рублей в год. В принципе, неплохая сумма, опять же, если брать вот каких-нибудь наш чинушей, они поменьше получают. Лидеры правительств, лидер правительства в Сенате, ну, это, видимо, самый главный крендел из друзей Трюдо, и он получает 230 тысяч канадских долларов в год, что равно, равно 11 миллионам 158 тысячам рублей в год, или примерно 1 миллион рублей в месяц. Спикер Сената получает 208 тысяч канадских долларов в год, что равно 10 миллионам 34 тысячам рублей в год. Какой-то спикер, какой-то спикер непонятный в каком-то Сенате получает 10 миллионов в год. Ребятки, кто еще после этого мне еще скажет, что у нас жируют власть, а у них там все честно, все чин-чином и тому подобное, посмотрите, какие они деньги, это официальные зарплаты. Вы видели дом Трюдо, вы видели машину Трюдо, вы видели раскладывающуюся кровать, по-моему, сенатор, я уже забыл, кого я там показывал, ну, и лидер оппозиции в Сенате. Получает 186 тысяч канадский доллар в год, что равно 9 миллионам 151 тысячи рублей в год. Что я могу сказать? Эти суммы, в принципе, очень неплохие для Канады, неплохие для России, и вообще я считаю, что чиновники по всему миру, в принципе, зарабатывают неплохо. И я считаю, что нашим чиновникам есть куда стремиться, потому что я считаю, что они слишком обделены, они получают, в принципе, очень мало денег по сравнению с, ну, если мы берем зарплаты, да, чиновников канадских и чиновников российских, я считаю, что надо поднять, поднять надо побольше зарплат, потому что, ну, люди действительно стараются, поднимают экономику страны, придумывают законы, которые действительно нужны нашей стране. И я считаю, что все-таки надо ориентироваться на Канаду в этом плане, в плане зарплат, в плане всяких вот этих глупых там, там, нетолерантных или, наоборот, толерантных законов, я считаю, что не стоит. А вот по поводу вот ориентира на заработные платы, я считаю, что надо, надо, надо это сделать, потому что, ну, как бы, ну, а что, как бы власть, она должна быть обличена финансами. Я считаю, что, ну, вот посмотри, представьте просто картину, встретится депутат российский и встретится депутат канадский. Канадский депутат получает в два раза больше денег, чем российский депутат. Стыдно просто даже будет в глаза смотреть. Ну, как не по понятиям, у того зарплаты 700 тысяч минимум в месяц, а у нашего 400 какие-то. Ну, что за копейки какие-то? Это в два раза почти получает канадский депутат больше. В общем, я решил выговориться, потому что, ну, это реально насущная тема, очень интересная. Ребятки, не забываем, подписываемся на канал, подписываемся на группу ВКонтакте. Всем пока. Да, вы же понимаете, что все, что я сейчас сказал, это было сарказм.